Дорогие друзья, добро пожаловать на концерты первого международного онлайн-фестиваля «Русское гитарное наследие». Этот фестиваль проходит совершенно... Дорогие друзья, добро пожаловать на концерты первого международного онлайн-фестиваля «Русское гитарное наследие». Этот фестиваль проходит совершенно в новом формате и хочется надеяться, что он будет иметь долгосрочный характер. Впервые за многие десятилетия развития Отечественной гитарной школы лучшие исполнители как на классической, так и на русско-семиструнных гитарах объединились для воплощения общего замысла, представить широкой мировой общественности достижения Отечественной гитарной школы от периода эпохи Сихры до наших дней. Фестиваль будет состоять из двух концертов – XIX век, Золотой век русской гитары и Сергей Руднев по страницам творчества. Тематика сегодняшнего концерта была выбрана не случайно. Я думаю, что многие согласятся с тем, что из года в год Отечественная гитарная школа завоевывает все больший авторитет на международной сцене, благодаря достижению российских исполнителей на международных конкурсах, благодаря блестящим гастролям на Западе и ярчайшему фестивальному движению в нашей стране. Это также результат работы целых поколений преподавателей, начиная от Агафошина, Иванова, Иванова-Крамского, Мэнро, ну и, конечно же, Фрауч, Камалятова и их учеников. Но, возможно, наша школа развилась бы другим путем и не было бы в ней национальной самобытности и оригинальности, если бы в первой половине XIX столетия, вследствие массового увлечения семиструнной гитарой, в России не сформировались первые профессиональные гитарные школы, которые совершенно отличались от всех существующих в то время западных гитарных школ. Ярчайшими представителями этих школ были Андрей Сихров в Санкт-Петербурге и Михаил Высоцкий в Москве. Именно эти музыканты сумели заложить фундамент гитарной школы России, повести за собой учеников, которые совместными усилиями создали абсолютно новый уникальный гитарный репертуар. Этот репертуар отражает не только традиции русского народа, но и саму эпоху с ее вкусами и увлечениями, эпоху Пушкина, эпоху салонного музицирования городского романса и, конечно же, эпоху триумфа русской народной песни. Как дань уважения русской культуры и истории трудам композиторов XIX столетия, сегодня концерт посвящается золотому веку русской семиструнной гитары. Вы услышите не только знакомые сочинения, ставшие классикой, но и откройте для себя совершенно новые, не озвученные ранее музыкальные сокровища. Желаю всем хорошего настроения и приятного прослушивания концертов. Откроет сегодняшний концерт Анастасия Бардина. Прозвучит музыка Ивана Хандошкина. Иван Хандошкин – русский композитор, скрипач, педагог. Его по праву считают основоположником русской скрипичной школы. Говорят, что Хандошкин обучался и брал уроки у известного итальянца Тортини. Дослужился до звания капельмейстера придворного оркестра и при жизни пользовался популярностью в широких кругах российского общества. Хандошкин был первым учителем по скрипке Академии художеств. В начале концерта прозвучат две части из первой сонаты для скрипки Ивана Хандошкина в исполнении Анастасии Бардиной. Академия 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Андрей Сихра разработал уникальный метод игры на семиструнной гитаре, аналогов которому не было в Европе того времени. Базовые принципы его школы актуальны и по сей день. Он превратил гитару действительно в концертный инструмент. Благодаря его творческой и педагогической деятельности гитара получила широкое распространение по всей России. Сихра автор теоретической и практической школы для семиструнной гитары написал сотни произведений и сделал множество приложений как для одной гитары, так и для гитары, фортепиано и ансамбля гитар. Андрей Сихра автор первого концерта для гитары и оркестра. К сожалению, партитура утеряна, как много сочинений композитора того периода времени. Сихра написал замечательный цикл, состоящий из четырех экзерцизий, посвященные его лучшему ученику Семену Аксенову. Давайте послушаем экзерцизию номер два в исполнении Владимира Сумина. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Семен Аксенов, которому Сихр посвятил замечательный цикл, состоящий из четырех экзерцизий, по происхождению был дворянин, совмещал военную и административную карьеру с музыкальной деятельностью. Аксенов был замечательным виртуозом игры на гитаре, писал фантазии, вариации и папури на русские песни. Вел в технику гитарной игры так называемый певучий стиль легато. Именно Аксенову современники приписывают изобретение техники игры искусственными флажолетами. Это новаторство Аксенов издал как дополнение к школе Игнатия фон Гельда. Давайте послушаем вариации на русскую народную песню «Винят меня в народе» в исполнении Александра Гулы. Игнатия фон Гельда Игнатия фон Гельда Игнатия фон Гельда СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Именно от Семена Аксенова пошла совершенно другая ветвь в развитии русской гитарной школы «Московская», которую укрепил Михаил Высоцкий. Михаил Тимофеевич Высоцкий – русский гитарист, виртуоз, композитор, педагог, гений самородок. По своему происхождению был крепостным. Его отец служил приказчиком под носкомом имении известного поэта Хираскова в селе Очаков, где он родился, провел детство и раннюю молодость. Там же Высоцкий познакомился с Аксеновым, заимствовал у него много в технике игры на семиструнной гитаре, брал периодические уроки. После смерти Хираскова в 1807 году Высоцкий прожил некоторое время в имении получив вольную и примерно в 1813-м переехал в Москву, приписался к Мещанскому составу и все остальные годы своей жизни почти безвыездно прожил в Москве. Дмитрий Соколов исполнит вариации на русскую народную песню Михаила Высоцкого «Ах, не пава, по синям гуляла». Мещанскому составу 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 «Ах, не пава, по синям гуляла». Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Михаил Тимофеевич оставил после себя большое наследие для гитары. Это практическая школа для семистронной гитары, переложения сочинений Моцарта, Баха, Бетховена, Фильда. Оригинальные пьесы, мазурки, полонезы, прелюдии, фантазии. Но все же основным направлением его творчества были вариации на русскую народную песню. Он сам вышел из народа и слышал русские песни еще в детстве, под соломенными крышами, за полевыми работами, в веселых хороводах. Русская песня была возведена у него в священный культ. Обликая песню музыкальной формой, он понимал их смысл, знал текст и передавал его без слов музыкальными звуками. Он создал совершенно оригинальный композиторский стиль, где каждая вариация является продолжением темы и вплетена в общий замысел его композиции. Михаил Тимофеевич Высоцкий. Вариация на русскую народную песню «Ах, что же ты, голубчик» исполняет Владимир Гапонцев. «Ах, что же ты, голубчик» Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Известна встреча испанского гитариста Фернандо Соро и Михаила Высоцкого, которые устроили любители гитары в Москве. Высоцкий долго отказывался играть на этой встрече, но увещевания возымели действие. Взяв гитару, Высоцкий просидел более двух часов за своими пробами и произвел сильнейшее впечатление на испанского мэтра. Давайте послушаем четыре прелюдии Михаила Высоцкого в исполнении Антона Баранова. Играет музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Один из лучших и любимых учеников Высоцкого – Александр Ветров. Ветров был по профессии врач, окончил медицинский факультет Московского университета, обладал незаурядным талантом и тонким вкусом. Еще до начала занятий с Высоцким изучал теорию музыки параллельно с обучением игре на скрипке, что позволяло Ветрову использовать технические достоинства инструмента на качественно ином уровне, открывая в гитаре новые возможности. Как гитарист имел высокий авторитет, его игра была похожа на игру Высоцкого и отличалась певучестью и смелыми модуляциями. Дошедшее до нас сочинение позволяет ставить Ветрову в ряд наиболее интересных гитаристов-композиторов XIX века. В заключение первого отделения давайте послушаем фантазию Ветрова на известный роман «Сты не поверишь» в исполнении Владимира Митякова. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Основа основы великой русскомузыкальной традиции – это подлинное песенное творчество. Они инструментальны, как в Европе. Хоры, в том числе цыганские, поэтически, эмоционально рассказывали о чувствах человека, его судьбе, устремлениях. Песня сопровождала человека от рождения до смерти. Поэтому в основе большинства композиций для семиструнки мы видим мелодическую основу – песенную. Простая и незамысловатая мелодия была более близка от души русского человека, чем инструментальное какое-нибудь великое творение из Европы. Феноменальное распространение семиструнной гитары в России произошло еще потому, как писал критик Стакович, что этот инструмент полюбился русскому народу, потому что он особенно и исключительно подладился под русскую песню. Мощная волна огромной песен и русской культуры, по сути, вознесла с собой и эту гитару, и, как писали в прессе тех лет, возвысила ее. Русскому человеку всегда была более близка личностная основа песен, их внутреннее содержание. Это было самовременно. Асафьев писал, что всегда любил семиструнку по литературному, как он говорил, поэтическим сказаниям, где над гитарой господствовало поэтическое нутро. Это хорошее слово. Мечта, которой всегда было устремление русского человека. Более чем дисциплинированная и профессиональная игра в Европе. Семиструнная гитара всегда говорит о внутреннем мире, есть свойственная и органичная мягкость тона и скорби душевной. Очень хорошая формулировка. Вообще, слово за душевность нет в других языках мира. И здесь уже мы видим разные применения этих гитар. Сегодня пришло время не сравнивать эти шести семиструнных инструментов, а попытаться, наверное, их объединить. В два посыла, в одно. Западноевропейская системность и русский мелодизм и задушевность. У семиструнных гитар может быть не так много репетуара концертного, но он есть. И то, что мы сохранили сегодня, это бесценно. Ну, в общем, русская музыкальная культура отличительная и самобытная. Это не стоит об этом даже говорить. И семиструнная гитара с ее тростовым строем – это явление, я бы сказал, мировое. Такого нет нигде. Семиструнки есть, но в тростовом строем нет. И это, если хотите, принципиальная разница. И наша русская гитарная классика – база и фундамент. Обращение к XIX веку сегодня очень символично, особенно в свете возрождения национальных проектов в России. Это попытка заново взглянуть на себя, на свое наследие, понять истоки и корни своей родной музыкальной культуры. Ценить, в конце концов, уважать свои традиции. Ну, я, конечно, много лет отдал тому, чтобы найти и переосмыслить оригинальные сочинения для семиструнных гитар, именно оригинальные народные обработки песен, которые мне показались интересными. Среди этих подвижников, учеников Сихры Высоцкого, в общем, я нашел основных семь человек, которые несли это знамя дальше. На этот мой посыл и призыв я очень рад. В свое время, года два назад, откликнулся Костя Гузев, фирма «Виртуоза», и который любезно согласился и поддержал этот проект, и решил издать эти работы для шестистронной гитары. В том виде, как это представляю себе я. Я всегда говорю, что я это делаю как музыку, как музыкальное сочинение, не как уртекст. И поэтому представлять эту музыку здесь, в стране, со сцены или за рубежом, конечно, нужно, чтобы должна была реставрация и было удобно играть на инструменте. Таким образом, появился вот такой сборник «Русский гитарный композитор XIX века». У кого его еще нет, это уникальный сборник с прекрасной печатью, с иными иллюстрациями. Обращайтесь в фирму «Виртуоза» Константина Гузева. Ну и, конечно, в заключение хочу сказать огромное спасибо Айнуру Беготову за то, что он вновь поднял этот вопрос. Отдать дань уважения всем подвижникам русской гитары и ее наследию. И, конечно, низкий поклон всем тем исполнителям, кто не остался нервнодушным и откликнулся на этот проект. Думаю, что многие композиции из этого проекта для многих будут просто открытием и откровением. Всем огромного здоровья и спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Для меня понятие «русское гитарное наследие» безусловно, понятие достаточно емкое. Я бы заменила слово «гитарное» на «музыкальное», так как гитара – это все-таки инструмент, который вбирает в себя общую культуру, общую историю страны, ее надежды, ее пристрастия, быт и вкусы. Другое дело, что в силу специфики гитарной музыки все-таки очень камерной, пожалуй, гитара выражает не какие-то глобальные катаклизмы, которые существовали в российской истории, а более интимные внутренние переживания по этому поводу. Конечно, у каждого композитора свой стиль – и мелодический, и гармонический, и эстетический. Но, тем не менее, все композиторы русские говорят все-таки на одном языке, очень понятном нам. И мы не нуждаемся при этом ни в переводе, ни в лишних объяснениях, что дает нам возможность разговаривать с публикой от первого лица. А это очень важно, очень приятно, и мы все получаем от этого удовольствие. Что такое русское гитарное наследие? Вопрос непростой. Это как непрочитанная книга. Вряд ли найдется человек, современный нам, который бы ее как следует прочитал. И как во всякой книге, кому-то что-то может нравиться, кому-то может быть не нравиться, какие-то есть вещи устаревшие. А кто-то для себя найдет вообще большие глубины, смыслы, значения, какую-то настоящую энергетику. Ну, я думаю, что это неотъемлемая часть нашей русской культуры, которую хорошо бы нам всем знать. Добрый день, дорогие друзья, семиструнный гитар. Меня зовут Олег Тимофеев, я живу в Америке, и уже четверть века я занимаюсь возрождением русской семиструнной традиции. Я приехал сюда как исполнитель старинной музыки, я играл на лютни, на виоле да гамбо, но когда пришла пора мне выбирать, о чем писать мою докторскую диссертацию, я решил писать о семиструнной гитаре. Я приехал в Москву в 95-м году в поисках интересной музыки, интересных гитар, интересных фактов. И практически все мне знакомые тогдашние гитаристы говорят, да ну, зачем тебе это нужно, ничего интересного там нет, шедевров там мало. Я очень рад, что я никого тогда не послушал. По моему довольно информированному мнению, русская семиструнная традиция совершенно уникальна. Первая половина XIX века дала огромное количество страниц, рукописных и печатных, удивительно красивой, удивительно интересной музыки, не похожей ни на какую другую традицию в мире. Я очень рад, что все больше и больше внимания уделяется этому искусству в нашем Отечестве. Я надеюсь, вам понравится сегодняшний концерт. Всем привет! Я Гузев Константин, компания «Виртуоза». Благодарю оргкомитет первого международного онлайн-фестиваля «Русское гитарное наследие» и лично его художественного руководителя Айнура Бегутова за приглашение принять участие в этом удивительном проекте. За 25 лет компания «Виртуоза» поддержала немало мероприятий, но такие нового формата мероприятия способны затронуть всю планету. Мы знаем, что полноценное музыкальное воспитание музыкантов на любом инструменте невозможно без знания основ его истории. И изучать русскую семиструнную гитару пришло самое время. Мы знаем, что классическая гитара способна ближе всего передать общий замысел композитора-семиструнника. И очень хорошо, что нынешние участники фестиваля, около трех десятков, играя на классической гитаре, способны передавать русское гитарное наследие при помощи новых технологий планете. Музыка, народная, цыганский хор, литература, поэзия были естественной средой жизни в России в 19 веке. Пусть то же самое продлится и в 21 веке. А мы своими маленькими усилиями способны поддержать этот процесс. Так, недавно мы поддержали издание «Христоматии. Русские гитарные композиторы 19 века», содержащие 63 произведения русских композиторов и генералов, и графов, и разночинцев в переложении нашего современника Сергея Ивановича Руднева. И заказать эту «Христоматию» при помощи современных технологий очень легко, просто остановив видео и отсканировав QR-код. Мы с удовольствием отправим ее по всей планете. Желаем успеха всем изучающим русское гитарное наследие. Удачи вашему фестивалю. Пока. Оставаясь столицей российского государства вплоть до 1918 года, Санкт-Петербург являлся городом, где происходило множество событий, связанных со всеми видами искусств и наук. Вследствие усиления могущества России, Петербург становился все более притягательным городом для иностранцев. Он превращался в крупнейшую европейскую столицу с развитой музыкальной индустрией. Сюда приезжали не только многие музыкальные знаменитости, такие как Лист, Вьотан. В Петербург навещали и гитаристы. Некоторые из них связывали свою жизнь на долгие годы с Россией. Один из них Пьетро Питолетти, композитор итальянского происхождения, был нанят богатым русским землевладельцем для обучения своих детей игре на гитаре. Живя долгие годы в России, Питолетти не обошел внимания и русскую семиструнную гитару, написав для этого инструмента несколько интересных сочинений. В исполнении Алексея Степанова прозвучит тема с вариациями Пьетро Питолетти. Питолетти 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Предположительно в 1813 году и Андрей Сихра перебрался в Санкт-Петербург и до конца своей долгой творческой жизни жил там и пропагандировал семиструнную гитару. Сихра воспитал огромное количество учеников, продолживших развитие и совершенствование русской гитары. Наиболее яркие из них уже упомянуты Семен Аксенов, Саренко, Циммерман, Александров, Петров, Морков. Именно Владимиру Моркову Сихра посвятил свою теоретическую и практическую школу для семиструнной гитары. Прозвучит романс Михаила Биллигорского «Тоска по родине» в обработке Владимира Моркова «Реставрация и исполнение Сергея Руднева». «Тоска по родине» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 и играл патриарху русской гитары. Николай Макаров был высокообразованным человеком, составил и опубликовал энциклопедию «Ума» или словарь избранных мыслей авторов всех народов и всех веков. Книгой этой пользовались Лисков и Толстой. Макаров издал несколько сборников пословиц и поговорок и несколько словарей русский-французский, немецко-русский, международные словари, которые выдержали многочисленные издания. Макарову принадлежат слова знаменитого романца Гурелёва «Однозвучно гремит колокольчик». Он автор оригинальных пьес для гитары и обработок для этого инструмента. Николай Макаров – один из создателей Пушкинского собрания. В 1881 году был избран его первым председателем и являлся также членом Пушкинского кружка. В 1856 году пытался организовать всероссийский конкурс гитаристов, композиторов, пишущих для гитары, а также мастеров, изготавливающих эти инструменты. Однако в России инициатива широкой поддержки не нашла. Макарову удалось осуществить свое намерение только за границей в столице Бельгии – Брюсселе. Премьера двух сочинений Николая Макарова прозвучат в исполнении Евгения Финкештейна «Вальс-мазурка» и обработка русской народной песни «Вспомни-вспомни». Брюсселе «Вальс-мазурка» Брюсселе «Вальс-мазурка» Брюсселе «Вальс-мазурка» Брюсселе «Вальс-мазурка» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Вообще хотелось бы сказать, что жанр городского романса, который образовался на рубеже 18-х и 19-х веков из русской народной песни, был необычайно популярен во всех слоях русского общества. Романс не обошел стороной и таких крупных композиторов, как Глинка, Чайковский, Рубинштейн, Рахманинов. К романсу обращались и иностранцы, жившие в нашей стране. В сегодняшнем концерте упоминалось имя Пьетро Питолетти. Давайте послушаем фантазию прославленного итальянца. На романс Пашкова он меня разлюбил. Первое исполнение играет Дмитрий Иларионов. Дмитрий Иларионов 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 Один из талантливых и близких учеников Сихры Дмитрий Иларионов 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 годах 19 века вышел в отставку и целиком посвятил себя музыке. Сочинения Александрова запечатлены истинным талантом композитора и большого мастера. Его пьесы, этюды, экзерцизии написаны в духе классической школы сихры. Это жемчужина литературы для семистурной гитары. Именно так характеризовал Александрова Валериан Русанов. Вальс «Адью» Александрова был настолько популярен, что автор сделал транскрипции для фортепиано и двух гитар. Давайте послушаем милохолический вальс «Адью» в исполнении романа Зоркина. Вальс «Адью» 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 известную фантазию на тему русско-народной песни «Среди долины Ровная». С именем Сихры начинается блестящий период русской семистронной гитары, именем Сихры заканчивается этот период. Поэтому сегодняшний концерт мне хотелось бы завершить сочинением Андрея Осиповича Сихры. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!